Вот теперь посмотрите, это Татьяне Васильевне в Киеве снимали меня, пригласили на съемки, 68 лет. Кто выглядит так, как я в 68? Скажите, пожалуйста, уродина я или нет? Или такая красавица, как Аршалусь? Сам он мне говорил, не говорит, но я вспомню, а то говорит, красивый. Вот выходите за него, он очень красивый, а я уродина, да? И вот я молодость какая была, и чтобы для меня пары бы не нашлось на Украине, когда брехнев всех покупал, не только Татьяну Васильевну, всех баб. Посмотрите какая, плохая? Уродина? Нет, как актриса, красивая, и глаза все нормальные, ножки нормальные, все было при мне. Глаза очень красивые. Глаза красивые очень, и ресницы свои, я не лепила ничего. Такие кулисицы глаза. Да, да, меня посмотрите. Карина и глаза очень похожи на тебя. Да, Карина, да, Карина, только темнее в нее цветом. У меня зеленые, а в нее темнее. А сейчас спортили глаз. Один глаз больше, другой меньше. Отслоение сетчатки было, два глаза левые. Я ничего им не вижу. За счет правого живу. Я сколько перенесла. Не дай Бог вам то перенести, что я. Всем желаю здоровья. И вот не надо смеяться с людей старше вас. Каждый день вам приближает к дню смерти. Каждого. Мне другому, третьему. Прожил день ближе к смерти. Живите счастливо. Живите, чтобы у вас было здоровье самое главное. Ни за какие денежки не купите. Ни за какие. Не надо будет ничего. Ни деньги, ни украшения, ни еда. Ничего. Только здоровье. Остальное все приложится. И все плохое бросайте, пожалуйста, в этом году. Я вам всем даже негативу желаю здоровья. Когда-то говорила, сейчас повторяю. Ну так же нельзя. Надо уважать старших. Спасибо, мам. Правда, что вы говорите. У каждого из вас есть родители, есть сестры, есть братья. Я желаю здоровья. А вот эти, кто, когда я сказал, а мне ответил, так это не человек. Я сожалею, что Савелла просили зрителей, дай ее номер. Очень жалею. Надо было дать, найти ее, пройти, просто плюнуть в лицо. Такому человеку, что такое мне сказала. Выбрала, когда дети веселились. Восемнадцать сорок, на восемнадцать кафе было. И вот такое говорит. Это нормальный человек. Это нормальный. Я, поэтому я сказала, я уважаю тех людей. Не надо мне бриллианты, не надо мне платья, не надо отрезы. Самое главное слова. Сорта. Поздравления. И желать, чтобы здоровье было. Вот это главное. Единственное, делала, вот на щечке налево, у меня родинка. Был тогда такой карандаш-ляпис. Глаза мало. Ляпис? Да, ляпис назывался. И вот так вот сделаешь, беленький на вид. А чернеет вот. Да? Вот у меня родинка, видишь? А это не твоя, да? Ну, конечно. Меня ж нету. Если бы была, она осталась. Ага. Так же ж. Вот это одно. Глазки подводила. Посмотрите, реснички какие. А чем ты красила? Брови какие красивые. А ресницы крашеные? Ресницы, да. Была, я скажу, ленинградская краска. Маленькая черная коробочка. Она открываешь, там щеточка, ямочка такая, выемка на этой туши. Пху, плюнул. Раз. До свидания. Посмотрите, какие большие. Не было просматиком, просматиком. Мне повысылали, я ими не красила. И забыла за них, они повысыхали. А тогда 24 копейки стоила эта тушь ленинградская. Как ты это помнишь? Помню. Вот такое. Посмотрите, я ничего не наклеивала. У меня все свое, естественное. Все. Брови не выщипанные всю жизнь. Посмотрите, челка была вот мне здесь. Это не выщипанные брови? Нет, нет, мои, смотри, какие красивые. А ты щипала когда-то? Никогда в жизни. Никогда. Да? Да, никогда. Это мои брови. А ну сейчас покажи. И нравится, и нравится. А ну сейчас всякие. Косметики я была. А ну сейчас всякие брови. Ну вот, у тебя. А, у тебя. Да. Нормальные брови, да. Ну да, ну что ж вы хотите, 71 с половиной, ресницы реже стали. Ну понятно, вы же сами. Ну люди нормальные, мой возраст меня поймет, что я ж не вру. Это правда. Вот посмотрите. И что, я такая как бабушка. Что вы болтаете языком. Вот мне 68 и человеку 82. И даже сейчас. Я же вижу, что вы... Нет, ты тут как Елена Степаненко. Я очень красивая тоже здесь. 68. Два года оставалось до 70. Ты бы сфотографировалась, ты приехала. Да, в Киеве. Вот там маршрутка стоит рядом, где меня красили там волосы. Как начали думать, что не так долго. Как начнут те волосы туда-сюда на съемку, понимаете, готовили. Вот, и все. У меня покажены. Придумали, что у нас квартира маме снял. Господи, так я не хотел эту съемку. Ага. Боже, я говорю, господи, мы на канал в Ютубе. Что вы пристали? Я говорю, отстаньте. Ага, да. Люди будут смеяться. Не надо этого делать. Это ж неправда было. Это было неправда. Подыграли. Ну, хотите показать ремонт, что? Ну, что-то придумайте другой сценарий. Не то, что у меня квартира. Ну, вот, пожалуйста. И нормально женщина. Нормально выгляжу. Ни худая. 68. Сама себе не верю. Вот такая была. Два года оставалось до 70. Разве это плохо? Вот с Амвельчиком. Он был в этой сорочке. У меня тёпленькая. Я сумочка через плечо. Платье у меня зелёное такое есть, красивое. Так что у меня вещи все хорошие. Если осталось два-три платья с прошлой жизни, остальное всё новое. Остальное всё новое. Восемнадцатый год покупали. Было в здоровье, да? Да, да. Было в здоровье. Люди мне не переносить его. И мне всё жалко. Которые подходят на меня, думают, ахай, какой раз я одену. Люди старались, платили свои деньги. Мне Савел, наверное, штук восемь платьев купил. Коля, Юля. У меня всё есть. Высылали мне люди. Маринка мне сколько кофточек всяких высылала. Илонка тоже. Все люди высылали. Это адекватные. Адекватные. Алекса. Это как? Нелли. Подожди. Алекса. Алекса же. Да. Алекса. Нелли. Это. Илоночка. Лола. Лола. Лола с Америки, да. И сумки такие дорогие. И эти. Нелька секонд-хенд. Ой, говорят секонд-хенд. Нет. У меня, Неля, спасибо. Всё хорошее. Очень хорошее. Полушубок. Ваш, не ваш. Купили вы, нет. Я его ношу с удовольствием. Я сегодня, Нелечка, тоже пришла в нём. Полушубки это. Мне очень нравится. Покажи. Вот он. Красивый. Очень красивый. Она лёгкая. Ну, это тоже секонд-хенд. Капюшонок. Хай, какой хочет. Очень красивый. Может, даже Нелечкин её может быть. Не, наказала мамы. Да, ну, в общем, всё. В общем, всё сомневаюсь, что мамы. А, её мамы. А что ты держишь твой портрет? А, ну, всё. Это просто говорю, что даже сама гляну, думаю, какая я здесь красивая. 68 лет. Три года назад. Я ж не буду, да. Я ж не буду выглядеть, как 17. Понятно. Вот, когда 17, вот, кино можно было сниматься. Мне не стыдно на сцену было взять. И ножки подо мной нормальные. По моему возрасту. По моей... Я худая была. А во сколько ты замуж вышла первый раз? Сейчас скажу. За Валентина. Сколько ты была? Сейчас, сейчас, подожди, сынок, дай. Наверное, в 19? В 19, да. Да, в 19, точно. В 19. То есть совсем молода, в 19 лет. Да, да. Совсем молода. И по пустому разошлись, по пустому. Писал, писал мне письма. Потом я... Был мой день рождения. А он... Это, я скажу честно. А он служил в стройбате. Там они немножко денежек в то время при Союзе давали солдатам, которые в стройбате. И он меня не поздравил на день рождения. 4 февраля. Я говорю, Валентин, неужели тебе 3 копейки? Тогда же открытки не то, что я вот беру. Кого поздравляю. 30 рублей, 35 открытка. Поздравление с днем рождения. Это с ума сойти. Пошла в Фозе. Брала Колиному папе, Юлечке. Вот такие дорогие сейчас открытки. А тогда 3-4 копейки. А говорю, неужели тебя с 3 рублей, там, сколько ты получал, 3 копейки для меня не выслать. И все. Он психанул. Все мои письма собрал. Все. И выслал переводом мои письма назад, которые я писала. И мы с ним расстались. Полгода больше прошло. И проезжает эта команда. Армяне строят школу. Валя приехала в отпуск в Царство Небесное, сестра. Пошли, Таня, кино. Золотой теленок. Пошли. Золотой теленок. Две серии. Я пошла. А эти сидели. Команда сзади. Он меня как увидел. Вот эта красавица будет моя. До меня идет, я от него убегаю. До меня идет, я убегаю. Своего одноклассника Толик. Если меня слышит. Толик, привет. Моя первая любовь. Усик. Усик, да, Толя. Он, не знаю, смотрит Донецк или нет нас. Ну, это самое. Я его прошу. Уже мы с ним не встречались. Уже говорят, да, он такой вообразительный. Он неплохой парень был. Очень неплохой. Добился. У него дочь Таня назвал дочку. Сын Олег. Вот. Двухэтажный особняк у него. Детей квартиры. Мать села Дмитровки забрал до себя тетю Нину. Тоже туда. Вот. Это самое. И я его прошу. Уже мы с ним просто по-хорошему. Мы расстались, но по-хорошему. Вот. Я училась на третьем курсе. По-моему, технику в Мелитополе. Вот. И я его прошу. Он в одном конце села живет, Дмитровка. А я в другом. И он свой велосипед котит со мной. Провожал меня домой, чтобы этот Оршалусь от меня отстал. Все время. И он стоит дома на крылечке. Самойлка, ты же знаешь, где крыльцо, где зала было, да? Я стучу домой. Родители открывают двери. И я захожу домой. И все равно не убегла. Вот так и получилось. Так что. Брехнёй всех берет. Всем брешит, что у него. То в Краснодаре дом, то у него Тбилиси квартира, то у него брат такой. В общем, родился с брехнёй. Сразу брехня выскочила, а потом он у бабушки. Но мать была вот такая. Я ничего не хочу сказать. Мать за меня была вообще. Таня Джан, Таня Джан не отходила. Потому что две невестки. Одна через дорогу, через речку маленькую жила напротив родителей. А другая возле магазина. Три невестки в одном доме жили и не скандалили. Одна там по хозяйству доит этих барашек, коровчи, что там есть у них. Одна убирает. А я кушать готовила. А я готовила. Учила украинский борщ. И подметали там. И полы были не крашеные. Давай красить. На окнах занавесок не было. Давай. А приехала в шеи. Полная куча. Но мама очень хорошая. Я её всегда вспоминаю. Царство и небесное. Она как придёт, Таня Джан, и прячет до меня. Фартушок такой на ней. И прячет. На. Даёт мне цитрусы. Даёт мне всё. Ну я же не такая дура, что я ляжу под одеялом и буду жевать ночью. Что ли? Я всегда с девочками. Говорит. У них ей родители рядом, а ты далеко живёшь. На, Таня Джан. Я её язык тоже понимала. Сельский. Там тоже перемешку. Когда диктор телевидения Армения ведёт передачу, я там третье слово ловлю. Понимаете? Ну тем не менее, преподавала до четвёртого класса армяшкам. Русский преподавала я. Старалась говорить на русском языке, чтобы не понимали. А если я не понимаю на армянском, то будет ругать меня директор. Меня взяли и все спрашивают. А как вы? Специальность у вас сельская. Агроном плодовища. А он сказал, Таня Джан, горгели Таня, уважаемые, в них говорят. Не говорят Татьяна Васильевна. Горгели Таня. Говорит. У вас, хоть вы кажете, из Украины. Я считаю, что вы лучше знаете преподавать, чем наша Рита, Рита Гречанка, чьи армянка была, русский вилла в старшие классы. А вы, говорят, оттуда вы лучше знаете. Ну, как носитель языка, да. И всякого диплома преподавателя. Я работала там. Всяк было. Всяк Татьяне Васильевне было. Жесть. И свинарник закончился. И в магазине работала. И на поле. Везде. Вот чего такая. Не верят. Чего такая пенсия. Да, такая. Я не вру. И такие, как я, по 40 лет стажа. По 40 и получают минималку. Это позоришься нашему хозяйству. Этому государству. Позор. Понятно? А то не верят. Да, хоть верьте. Докажите. Как я буду докажать? Вот я. Живая. Вот какая я осталась. Колхоз. Доказывать. Еще что? Доказывать. Так что так вот. Я говорю правду. Без всяких церемоний. Без всякого рисования. Как есть, так и есть. Вот и все. Так, сынок. Иду я домой. Несу я еще хочу прийти. Ой, сейчас. Тома, стекай. Мамка, выходь. Сейчас, сейчас. Мне не надо уже елку. Мама, давай бы елка. Давай, давай, давай. Что там под ногами? Ой. Господи, селебричка. Бачите, какие меньше я селебрички. На балконе. Это же сына. Ой, это потом опять назад все переть. А? Потом опять все назад. А может мы уже будем конкретно здесь на меня? Где конкретно? Мне не надо такие заявки. Нет, я не знаю. А что ты тогда мелишь? Решать тебе. Что конкретно? Ну, где я остановлюсь. Ну, так тут ты будешь. Я не буду тут ничего продавать. Новости. Это вообще, это вообще конкретно, десь скажет для меня. Давай, Санюха. Ну, а вот это... Си сюда, подойди, сядь. Что ты все? На этот этаж. А что ты будешь поднимать? Ну, тут закатка, чтобы ты меня ее разбила. Руками тянуть. Текай, проходь. Давай, давай, давай. Проходь. Давай, давай. Иди, иди. Иди, иди. Иди, иди. Иди, иди. Иди, иди. Я пойду, иди. А, а ёлку? А ёлку еще горит. Горит. Фу, ребятки. Спустил ёлку и тачку с закаткой тут немножко банок положили. Ёлка, как ты на колесиках и тачка на колесиках. Сейчас попытаюсь ввести, так как это получится. Ой, на улице так морозно. Снежок. То есть вот такое. Видите, лед замерзший. Я люблю зиму. Я в Уфе так люблю зиму. Вообще, в Уфе зима это роскошь. Это вообще, я не знаю. Я не люблю лето. Лето жарко. Вся эта нечисть из земли вылазит. Вся эта потусторонняя сила. А это обалденно. Фу, желаю вам здоровья, счастья. Быть добрее. Надо нести добро, чтобы не болеть. Если нет слуха в передаче, ой, вообще. Там про рептилоидов. Я чокнусь. Ну к чему это? Помидоры. Зачем? Это картины, не дай бог. Наверное, Джика. Не дай бог картины. Там что-то упадет. Разобьется. Лучше сюда баночки. Сложу. Аккуратно так. Одну на другую. И потихоньку повезу. Так лучше будет. Я банки убрал. Убрал, да? А, ты на коляску достал? Да. Ну я плоди полутора положу. Не надо бы. Так, как везти вот эту? Красиво делаешь, стоишь. Снежок видно у нас хороший. И ты на голову накидай курточку, сынок. Капюсон. Потом, потом, если пойти, взять ее. Если уже брать. Так. Так. А что я? Мне давай что-то. Сынок, давай. О, бачишь, ты придумал. Молодец. Придумал. Вот, бачишь, как хорошо, чтобы не одна дала. О, бляха, муха. Очки упали. Ага. Мои да. А где они? Ааа. Ты же наложила мелочок. Там же зайчик. Я ж не надеялась. Я надеялась нести, сынок. Я надеялась сумки ж нести я. Понимаешь? О, еще, еще ниже отпускай. Не там. Там еще есть здесь ручка, где я бачила. Ой, ой, ой. Не, не пойдет, сынок. Побъешь мені? Побъешь, сыночек. Не надо. Давай, яки держатся, хай держатся. А те я буду нести, сыночек. Я вот это можу отак? Так, давай, телефон. Я и так уже мене надо реставировать. Давай, брусунок. Давай, надо реставировать. Один был у нас уломан. Без палочки. С ума сумками и без палочки. Ой, ой. Гони, гони, карета. А что это кончится? В лихую непогоду. В Ливерпуль, мама, иди. Нога крива в полушубке. Ой. С картинами, корзинами, блядь. Вот это, Марина, леди. Вот это такая леди тягает. Это уже все. Так, не, давай, мам, мне сумку. Тебе тачку легко нести? Что тебе легче нести, тачку или сумку? Что тебе легче нести, тачку или сумку? Сумка тяжелее, но я тебе не дам. Давай. Сумка не дам. Давай сюда. Садила сумками ненужными, А ведь могла еще парить. Нескоро бусами жемчужинами Смогла я маму удивить, одарить. Я выбрала такие места, где мне не скользкие. Понимаешь? Снежок там все. Ливерпуль стаил. Пора ехать. Хорошо, сынок. Вот так, мама, бегала, бегала. Газачик, трошки отдыхну. А что я, мама, бегала? Семилка, тебе ж не было на свете. Была одна гирочка, как я тягала коробки. Масло, ты же знаешь, как масло коробки, какие в кордоне, да? Знаю, мама. Розкривали ці дві коробки, одну на низ, другую розкривали, полностью всовывали туда. Вона получалась вот такая двойна, висока. В каждую таку коробку влазило 25 кг черешня. Дві коробки в двох руках. Тащим по перону. А тоді брали такий канат, не душе, не ріже, не шелковий, простий. Наверху закутували і отак ручку діляли з каната. Понимаешь? І несем. Мужики кричать, Мелітополь же перевалочна база. Сколько тих коробок кидаємо проводникам, плотим, все. Кричать мужики. Бабо, ви шо діляєте? Я 48 кг весу, 52 кг тягала. Для того, щоб жити. Отак. І не просила у никого нічого. Сама все діляла. Поєтому я кажу, на Бога надійся, а сам не плашай. Работай. Родила дітей, повинна думати за їх, а не просити. Оте мені просити з Америки, та ось це. Це навіть в ніякій рамці. Сказала, просити у кого що є. Хороші, віщі, нормально, прості, наші. Що ж там такого? Там нічого нема такого. Раньше передавали такі прості віщі, реліквія була. Свій, своєму. Понимаєш? А то чужой чоловік, ви хороша, Неля, хороша жінка. Та здрастуйте. Ви не бачу. О, 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 так. Не спіши. Не спіши, сіно. Так, подожди. Я тебе потеряв. Потеряв одна дорога. Один сніг. Самойлка, подожди. Так, а що ж діла? Ой, ой. Ой, мама рідна. Ой, яку ти зі сторони? Ідеш. Тим себе бачила зі сторони. Тим себе бачила зі сторони. Ідеш, шатаєшся. Рука, не витягнути руку. Отак перед собой. Ой. Отак подожди. Отак подожди. Продолжение следует...